Всем привет! Сегодня вот такая планировка, вот в таком доме для молодой пары с котом. Сегодня я буду рассказывать о планировке, которая находится в жилом комплексе Федерация. Это даже не жилой комплекс, а целая квартальная застройка, огромный-огромный дом. В нем находится вот эта планировка, с которой пришли ко мне молодые ребята. Это пара, у которой дома проживает кот. И, соответственно, не забыв про него, были озвучены пожелания. Не хватало мест хранения, непонятно было, куда поставить стиральную машину, потому что я не хотелось ставить ванную комнату. Ванную комнату маленького размера. Найти место для большого кота. Большого дивана. Именно когда смотришь на картинку, вот схему, где длинные стен прописаны, кажется, что 5 метров там стена, это офигеть как много. А заходишь в комнату и кажется, что что-то как-то тут тесновато уже стало. Какие проблемы вижу я в этой планировке? Первое, это мало места в прихожей и фактически шкаф, который мы можем сюда поставить, будет очень маленьким. Просто из-за того, что остальные стены это двери напротив них и вдоль них, конечно, шкаф поставить невозможно. Следующее, это очень маленькая кухня-гостиная. Получается 25 квадратных метров. Чтобы разместить кухонный гарнитур, обеденный стол и диванную зону, это очень мало. В этой планировке нет мастер-спальни. Маленького размера ванне всего лишь 3,8 квадратных метра и маленький гостевой санузел 2,8 квадратных метра. Комнаты достаточно узкие, что не позволяет свободно расставить мебель. Обратите внимание на эту функтирную линию. Она обозначает зону кухонного гарнитура. За нее мы не можем вылазить кухней. Это запрещено ЖК РФ. Соответственно, располагая кухню вдоль этого угла, мы получаем совсем немного рабочих поверхностей, что тоже является проблемой. Ну смотрите, маленькая прихожая, в которой недостаточно мест хранения, вынуждает таскать одежду, а возможно и обувь, в другие комнаты. Это значит, вы несете грязную одежду, ну в пыли имеется ввиду, в какое-то другое помещение. Вряд ли вы ее чистите каждый раз. Во-вторых, маленькая прихожая вынуждает делать крючки, быстрые гардеробы, на которых будет висеть эта одежда и с собой создавать такой визуальный шум. А это не дизайнерский прием, потому что вот эта вся чехарда с разноцветной одеждой, в общем-то, глаз раздражает. Мы хотим видеть красивый интерьер, а не вешалку, как в театре, когда много разной разнородной одежды, валяющаяся обувь, какие-то шапки сверху. Ну, в общем, никакой эстетики это интерьеру не несет. То есть, получается, что некрасиво и неудобно, нефункционально. Нету одежды под рукой, приходится куда-то ходить. А второй момент. Отсутствие мастер-спальни допустимо, когда в квартире проживает пара, то есть без детей. Но когда появляются дети, мастер-спальня очень важна и с психологической точки зрения. По этому поводу у меня и видео целое снято. Кому интересно, посмотрите по ссылочке. То есть, мастер-спальня это необходимое требование к комфортной жизни в современных условиях. И если вы хотите сохранять радость интимных отношений, то вам просто необходима мастер-спальня. А ее здесь нет. И как следствие, это может навредить в будущем отношениям пары. А это утверждаю не я. Это исследование психологов. Так что обратитесь к книгам, статьям или посмотрите видео по этой теме. Третье. Отсутствие постирочной в квартире вынуждает поставить стиральную машину в ванную комнату. Так делает большинство наших граждан. Я считаю это неправильным, потому что ванная комната это место для релакса, где мы можем закрыться, побыть наедине с собой, а значит эта комната уже превращается в место уединения, которые очень важны в любой квартире, в любом доме. Каждый человек должен иметь возможность побыть с собой наедине какой-то промежуток времени. И когда мест недостаточно, то ванная комната спасает. А если в ней стиральная машина, то уже нету никакого уединения, удовольствия, релакса. Соответственно стиральные машины нужно куда-то убирать. Плюс к стиральной машине уборочный инвентарь, который тоже нужно куда-то спрятать. Если все это на виду вместе с грязным бельем, все это валяется в ванной комнате, согласитесь, это радости не доставляет, а тем более какого-то эстетического удовлетворения. Соответственно проблема может быть какая? Раздражение. Раздражение со временем, что вот у меня все валяется, это все на виду, мне это все не нравится. И это раздражение может накапливаться со временем. Отсутствие второй ванны или душевой. Это тоже не есть хорошо в современных условиях. Это значит, что если кто-то хочет помыться, второй вынужден ждать. Вроде бы ничего страшного, скажете вы. Но когда появляются дети, они растут и вырастают, то это становится настоящей проблемой. Потому что если ребенок закрывается в ванной, моется, это может час или два занимать, соответственно вы вынуждены ожидать. А если утром вам нужно принять душ и вы собираетесь на работу, или вечером уже хотите отойти ко сну, эта ситуация приводит к такому, знаете, легкому раздражению. Соответственно вы начинаете торопить ребенка, давай быстрее, давай уже вылазить. А это наверное тоже не очень хорошо на него как-то действует, потому что он тоже наверное переживает. Не дали ему там помыться, поиграть в ванной. То есть это тоже не есть хорошо, если мы говорим о психологическом комфорте. Маленькие и узкие комнаты. Это тоже не есть хорошо. В общем-то это развивает клаустрофобию. У некоторых она явно выражена, а у некоторых может развиться. И вообще ощущение замкнутости пространства это не есть хорошо, когда мы ощущаем себя закрытыми в некой коробочке. Поэтому лучше пространство делать максимально открытыми. По крайней мере общее пространство нужно стараться делать именно так. И тут хочется упомянуть знаменитую фразу «бытие определяет сознание, а не наоборот». То есть то пространство, в котором мы находимся, влияет на нас и определяет то, как мы думаем, относимся к жизни, к родным, к соседям и так далее. Понимаете? Именно «бытие». «Бытие» то есть как наш быт организован. Наш быт организован, но в частности в квартире. Это очень глубокий психологический вопрос. Квартира или дом – это фактически программатор вашей жизни и в перспективе ваших детей. Сейчас я вам покажу свою планировку, то есть ту программу, которую я создал для своих заказчиков. Первая прихожая. Была проблема, что недостаточно мест хранения. Для того, чтобы получить гардеробную, я отодвинул стену. Раньше она стояла вот здесь, соответственно, подвинулась в комнату, конечно, в ущерб этой самой комнате. Но зато появилась гардеробная комната с двумя шкафами. Это очень важно, чтобы было место, куда можно расположить верхнюю одежду – обувь, шапки, шарфы. При этом прихожая осталась свободной и красивой. Здесь можно поставить красивую консоль, на которую удобно класть ключи, ставить сумку. Рядом можно поставить пуф, удобно присесть, снять, одеть обувь. И все это пространство может и обязано быть красивым. Потому что, заходя домой, мы должны сразу же ощутить радость от того, что мы попали домой, а не на какой-то склад одежды. Понимаете, для этого нужно создать красоту. Первая проблема решена, то есть появилось место хранения. Из прихожей мы попадаем в кухню-гостиную. Здесь есть кухонный гарнитур, большой диван, телевизор, стол. И сложность оформления этого пространства заключалась в том, что, во-первых, оно маленькое. А во-вторых, у заказчиков уже есть приобретенный диван огромный. 2,80 по длине и 1,70 в глубину. То есть это большой угловой диван. Его нужно было вписывать. В одном углу появляется диван, в другом – кухню. Я напоминаю, что кухня не должна выходить за пунктирную линию, то есть за зону кухни. Это очень важно, иначе вашу планировку могут не согласовать. Чтобы комната не превратилась в склад мебели, а именно так получится, если кухонный гарнитур вы продлите до дивана. Ну, представляете, то есть одна мебель, вторая, третья. Как будто это выставка какая-то мебели. Как можно больше ее надо поставить в выставочном салоне. В квартире так делать категорически нельзя. Нужно чем-то разбавить, то есть между диваном и кухней что-то поставить. В моем случае это такой, знаете, интересный буфет. Он может быть любым по дизайну, но самое главное, чтобы он был контрастным, выделялся на общем фоне. Допустим, дизайн минималистичный, значит этот буфет должен быть таким, знаете, ретро. Чтобы привлекать к себе внимание и отвлекать внимание от кухонного гарнитура, который запросто может слиться со стенами, быть лаконичным. То же самое отвлекать внимание от дивана. На одной оси с буфетом располагается обеденный стол, около которого стоят два удобных стула для наших хозяев. И есть дополнительно маленькая табуреточка, которая тоже на контрасте может выглядеть, ну, например, как какой-то пенек или деревяшка на ножках, или скамейка какая-то из деревни. И вот уже появляется какая-то история, какой-то дизайн. Все это стоит на фоне стеллажа, стеллаж вдоль стены. Зачем это сделано? Ну, во-первых, этот стеллаж перекликается с буфетом, они стоят друг напротив друга. Во-вторых, на этом стеллаже удобно поставить соль, перец, салфетки, хлеб положить, что-то еще. И сидя за столом, не надо вставать, протянул руку, взял. И в-третьих, этот стеллаж защищает стену, потому что если стол придвинуть к стене, соответственно, быстро стена засалится. Но правда ведь всем хочется к стене поближе присесть. Далее стоит телевизор, он немножко развернут под углом. Очень редко я так делаю, но когда приходится применять такой прием, то я советую рассмотреть еще и остальные предметы декора в интерьере. Ковер. Ковер я тоже повернул под углом, и, соответственно, получилось две параллельные линии. Это все увязывается в одну общую композицию. Таким образом, небольшое пространство, 25 квадратных метров, выполняет три функции. Кухня, столовая, гостиная. Из общего пространства мы можем попасть в кабинет. Для этого нужно пройти по коридору и попасть в то самое помещение, которое я уменьшил. Помните, за счет перегородки в прихожей. В этой комнате есть две зоны. Одна рабочая, вторая отдыхательная. Это кресло, вокруг которого можно расставить много растений. И чтобы сформировать ощущение, что я где-то на отдыхе, где-то в джунглях каких-то, может быть, если пальм наставить. Соответственно, получается такое место уединения. То есть, комната многофункциональная. Хочешь, можно поработать. Хочешь, можно прийти книжку почитать. А можно делать и то, и другое сразу обоим хозяевам этого дома. А может быть, если собрались гости, то все это пространство становится единым. Потому что нет двери в этот кабинет. Есть откатная перегородка. Достаточно ее откатить в сторону. И все это пространство, вытянутое от окна до окна, становится единым. Получается ощущение много воздуха. Перетекание пространства. И это здорово с точки зрения ощущения воздуха. Ощущения простора. И вот та зажатость в маленьких комнатах, когда раньше они были маленькими, она исчезает. Мы ощущаем себя просторно. Это очень здорово. Мастер-спальня. Вход через кухню-гостиную. И заходя в мастер-спальню, логично заходить сразу в гардероб. Почему? Потому что пришел домой, снял с себя одежду и тут же прошел в ванную. Ванна есть, собственно говоря, сама ванна, где можно полежать. Ну, понятно, унитаз и раковина. В другую сторону из гардероба мы попадаем в спальню. Шириной спальня 3,2 метра. Соответственно, этого вполне достаточно для того, чтобы поставить кровать 1,80 метра шириной. Две тумбочки. И еще остается место, чтобы напротив поставить тумбу с телевизором. Следующая комната это будущая детская. Мебель расставлена условно. Кровать, кресло, рабочий стол. Пока малыш маленький, вместо этого стола может стоять столик маленький, чтобы удобно было малышу садиться. Вместо большой кровати может стоять небольшая кроватка плюс пеленальник. Ну, то есть мебель будет подбираться сообразно возрасту этого самого ребенка. Потом убирается, ставится другая, ну и так далее. Решен вопрос с постирочной. Сейчас она занимает место бывшего коридора. Сюда влезла стиральная машина. Рядом уборочный инвентарь, корзины с бельем и различная химия, которая необходима в хозяйстве. Рядом вход в маленькую ванную комнату, она же душевая. Здесь удалось поставить маленькую ванную. Они бывают на метр два. Это так называемая сидячая ванна. В лес небольшой унитаз и небольшая раковина. Вполне достаточный набор для детской ванны, а также в качестве гостевого санузла вполне себе подойдет. Итого, если сравнивать эти две планировки, то в прихожей решен вопрос с хранением. В старом варианте хранения просто отсутствует. В новом варианте появилась гардеробная. Старый вариант предполагает маленькие комнаты-клетушки. Новый вариант это большое перетекающее пространство из кухни-гостиной в кабинет. Но при необходимости этот кабинет может закрываться и там можно уединяться для работы или для отдыха. В старом варианте некуда поставить стиральную машину. Даже сам застройщик ее не нарисовал, потому что не нашел места наверняка. В новом варианте есть целый блок, который выделен под стиральную машину, уборочный инвентарь и химию. Планировка до мастер-спальни отсутствует. В новом варианте мастер-спальня с гардеробной, хорошей, большой. Плюс ванная тоже просторная и естественно место под кровать. Еще и стумбль под телевизор. В старом варианте ванны маленького размера. В новом варианте, тот который я разрабатывал, ванны большие. В планировке от застройщика нету места уединения. И вообще надо сказать, что застройщики никогда не предусматривают таких мест. А это, пожалуй, одно из важных моментов, которые необходимо учитывать в планировке. В новом варианте такие места есть. Это кабинет, это место, где почитать. И это ванная комната, где можно закрыться и порелаксировать, отдохнуть. Просто потому, что там нет стиральной машины. Эта квартира предназначается для двух молодых людей, у которых есть кот. Кстати, я забыл сказать, что я еще для кота придумал лоток. Соответственно, в моем новом варианте это место для котика. Там, где уборочный инвентарь, снизу как раз то самое место. И чтобы туда коту попасть, в дверце шкафа вырезается отверстие. Туда котик спокойно заходит. А если нам нужно лоток поменять, то открываем дверцу и все убираем. Очень удобное решение. Соответственно, эти лотки никого не раздражают. Ни в ванных, ни в кухнях, ни в прихожих, ни в коридорах. Для них предусмотрено специальное отдельное невидимое место. Я хочу напомнить, что я это делал по конкретному техзаданию для конкретных заказчиков. И сейчас вы можете посмотреть их видеоотзыв. Воплотилось, по-моему, все. Предусмотрено и пространство для какого-то отдыха. Есть зоны хранения и даже больше, чем мы предполагали изначально. Кухня-гостиная очень гармонично, мне нравится. Мне очень понравился кабинет и прихожая, как-то и делали. Это зона отдыха с растениями и креслами. Она будет видна из других комнат. Мне кажется, это будет создавать уют не только в этой комнате. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!